Ну что, ребята, всем привет! Напомню, меня зовут Света, я профессиональный визажист, и я дико извиняюсь за свое долгое отсутствие на канале. Я нахожусь сейчас в разъездах, довольно неудобно снимать видео, когда ты живешь на чемоданах, как говорится, но, тем не менее, обещаю сейчас притопить, и мы с вами полноценно ударим по нашему так называемому курсу. Кто не понимает, о чем речь, посмотрите предыдущее видео, я объясняю про этот формат подробнее. Я знаю, вам не терпится уже начать краситься, но в любом случае, сегодня у нас не менее важная тема, она больше разговорная, как говорится, да будет бой, потому что это одна из самых противоречивых тем, как оказалось. Тема такая, чем же лучше наносить тональное средство? Кистью или спонжем? А может, все-таки пальцами? Давайте раз и навсегда поставим точку и разберемся в этом вопросе. Значит, у нас есть три способа, ну, таких классических, так-то никто не запрещает, можете хоть ножкой от табуретки наносить тон, но в основном это все-таки кисть, спонж или пальцы. И знаете, я могла бы закрыть эту тему просто одной фразой, кому как удобнее, тот так и делает, но, наверное, нужно все-таки рассказать подробнее. Давайте начнем с первого способа нанесения кистью. В чем преимущество, в чем недостатки? Ну, во-первых, это красиво, это профессионально, а еще мне нравится, как эстетически кисти стоят на моем туалетном столике. Но давайте все-таки копнем глубже. Первая, кисти для тона, в основном, либо синтетические, либо из смешанного ворса. Смешанный ворс это и есть те самые кисти дуофибра, наглядно сейчас не могу показать, у меня не весь арсенал с собой, но, тем не менее, где-то здесь выскочит картинка. Кисть со смешанным ворсом, у которой у основания идет натуральный ворс и на кончике синтетический. И эта кисть создана для ультра-тонкого покрытия. Такой кистью создается самое тонкое покрытие. Этой кистью также можно наносить румяна или какой-то другой кремовый продукт, который вам нужно буквально зашлифовать в кожу, который будет создавать эффект второй кожи. Но проблема этих кистей, что ими надо уметь работать, потому что кисти полосят, нужно уметь распределять такой кистью тон. Хотя, по сути, весь секрет этой кисти в том, что ей нужно не туда-сюда наносить тон, тогда он действительно полосит, а такими круговыми движениями, тогда он отлично прям полирует кожу. Второй вид кистей для тона это только синтетический, вот как у меня из таклона, я наношу преимущественно тон такой кистью. Кисти для тона бывают разные, они бывают скошенные, как у меня, такие в плоскости, они бывают плотно набитые с ровным срезом. И важно понимать, чем плотнее кисть, тем плотнее она будет делать вам покрытие. У меня, например, вот данная кисть, она из токлона. Токлон ворс сам по себе очень мягкий, и такой кистью у меня получается покрытие от легкого к среднему. Если я беру чуть меньше тонального средства, то совершенно такое легкое и тонкое покрытие. И лично мне такой способ импонирует больше всего. Но тем не менее, давайте перейдем ко второму способу. Второй способ это нанесение спонжем. Вот конкретно у меня на видео именно бьюти блендер, вот тот самый оригинальный от самого бренда бьюти блендер. Бьюти блендер это бренд, давайте так, он первый создал подобного формата спонжики. Сам по себе гаджет называется спонж. И что важно? Важно выбирать спонж без латекса. Вот те самые оригинальные бьюти блендеры, они без латекса, а значит они фактически не впитывают в себя продукцию. Они очень легко очищаются и стерилизуются. Потому что вот эти вот поролоновые спонжи, которые продаются по 100 рублей, и они такие прям жесткие. Когда вы его будете мыть, ваш спонж, то может быть с виду он отмоется, но если вы его разрежете, там еще будет дофига тоналки. И здесь в вопросе, наверное, гигиены спонж самый такой опасный аксессуар. И что важно знать? Спонж обязательно любой перед применением важно намочить. Его нужно намочить и выжать с него воду. Тогда он станет мягким, упругим, и вы сможете наносить им тональный крем. Спонжем наносится тональный крем вот такими вот припечатывающими движениями. И, собственно, благодаря этому вы можете тональное средство наслаивать. То есть вы можете на самом деле спонжем создать как плотное покрытие, очень плотное, так и очень легкое. Поэтому те, кто говорят, спонжем создается самое тонкое покрытие, это неправда. Самое тонкое покрытие создается кистью дуофиброй, но спонжем можно создать тонкое покрытие. Но им точно так же можно создать и очень плотное покрытие, благодаря вот той самой технике припечатывания, то есть наслаивания тонального крема. И действительно хочу заметить, что спонж очень удобная история для новичков, тут не нужно особо никаких навыков, им действительно очень просто наносить тон, ваша задача просто вот такими втаптывающими, припечатывающими движениями равномерно распределить все тональное средство, с кистью возможно чуть посложнее. Ну и при всем при этом скажу, что спонжам также классно какие-то еще кремовые продукты наносить, такие как кремовые, румяна, им тоже можно прекрасно их распределить, растушевать, припечатать консилер и так далее. Это классная вещь, она действительно очень удобная, но я против высказывания, что спонж лучше, чем кисти, это неправда. Тут я бы посоветовала, знаете, попробовать и тот, и другой вариант. Вот попробуйте пару раз наносить тон кистью, попробуйте спонжем, поймите, что вам больше нравится. Я одновременно наносила только спонжем тон, сейчас я исключительно перешла на кисти. И есть еще третий способ нанесения тонального крема, это ваши пальцы. Да, кто-то может удивиться, кто-то совсем нет, но давайте по порядку. Во-первых, покрытие с помощью рук довольно-таки получается плотное или средней плотности. Очень сложно подушечкой пальцев ювелирно прям втушевать тональное средство, чтобы оно лежало как вторая кожа. Очень сложно в принципе втушевать и распределять тон идеально ровно с помощью рук. Но почему тогда такой способ существует и почему некоторые за него, я бы так сказала, топят? Потому что считается это самый гигиеничный способ, чтобы, так скажем, не заражать кожу. То есть если кисть, спонж нужно постоянно дезинфицировать, мыть, то здесь вы руки помыли и чистыми руками наносите тон. Вы не наносите его кистью или спонжем, которыми уже перед этим много раз наносили. Поэтому да, я нередко слышала от косметологов такой совет, особенно для тех, у кого кожа очень чувствительная, склонная к акне, в целях такой профилактики и гигиены. Там имеет место быть такой совет, как нанесение тонального средства вот так вот локально и только пальчиками. Но и на самом деле, что касается пальцев, пальцами можно действительно распределять классно кремовые продукты. Например, я очень люблю пальцами втушевывать консилер. Такими притаптывающими движениями подушечки пальцев действительно немного разгоняют текстуру благодаря вот этой вот температуре тела. Она становится более пластичная, она лучше втушевывается. Я очень люблю под глаза, где-то у крыльев носа наносить консилер именно пальцами. Но если мы говорим про тональное средство, скорее нет. Ну что, ребят, подведем итоги. На самом деле, каждый наносит тональное средство так, как он привык, как ему удобнее всего. Вот кто с чего начал, тот к тому и привык. На самом-то деле, это часто работает именно так. Именно поэтому кто-то утверждает, что одна форма кистей самая удобная, кто-то утверждает, что другая, а кто-то вообще топит за спонж. Если есть такая возможность, возьмите себе и кисть, и спонж. И вы сами поймете в процессе, чем вам будет удобнее. Лично я, я уже сказала свое мнение, я наношу тональное средство вот такой кистью. Для меня это самый классный и удобный вариант. Профессиональный, красивый. Я люблю все-таки работать кистями, можно сказать, по старинке. И знаю, ребят, вам не терпится уже начать краситься в следующем ролике. Мы как раз-таки займемся с вами нанесением тонального средства. Я, кстати, расскажу, как правильно его выбрать. И, о боги, что делать, если тон желтит? Или наоборот, если он там слишком розовый? Потому что таких вопросов под одним из своих шорцев я насчитала уже, я не знаю, там штук, наверное, 20. Что делать, если тон желтый? Вот и разберемся в следующем уроке. А чтобы посмотреть следующий урок, не забудьте обязательно подписаться, нажать на колокольчик, вам придет об этом уроке уведомление. И не забывайте давать обратную связь. Так я вижу, имеет ли смысл делать подобного формата ролики, насколько вам это интересно и полезно. Что ж, отдельное спасибо тем, кто это делает, кто ставит лайк. Стараюсь всем отвечать на ваши вопросы. Ну а я побежала снимать вам следующий ролик. Всем спасибо и всем пока!